Прослушайте пятнадцатую главу из книги «Деяния апостолов». Некоторые, пришедшие из Иудеи, учили братьев, если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись. Когда же произошло разногласие и немалое состязание у Павла и Варнавы с ними, то положили Павлу и Варнаве, и некоторым другим из них отправиться по этому делу к апостолам и присвятерам в Иерусалим. Итак, бывшие провожены церковью, они проходили Финикию и Самарию, рассказывая об обращении язычников, и производили радость великую во всех братьях. По прибытии же в Иерусалим они были приняты церковью, апостолами и присвятерами, и возвестили все, что Бог сотворил с ними, и как отверз дверь веры язычникам. Тогда восстали некоторые из фарисейской ереси, уверовавшие, и говорили, что должно обрезывать язычников и заповедовать соблюдать закон Моисеев. Апостолы и присвятеры собрались для рассмотрения этого дела. По долгом рассуждении Петр, встав, сказал им, мужи, братья, вы знаете, что Бог от дней первых избрал из вас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали. И сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам, и не положил никакого различия между нами и ими, верою очистив сердца их. «Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вы и учеников Иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы? Но мы веруем, что благодатью Господа и Иисуса Христа спасемся, как и они». Тогда умолкло все собрание и слушало Варнаву и Павла, рассказывавших, какие знамения и чудеса сотворил Бог через них среди язычников. После же того, как они умолкли, начал речь Иаков и сказал, «Мужи, братья, послушайте меня. Симон изъяснил, как Бог первоначально призрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое». И с этим согласны слова пророков, как написано, «Потом обращусь и воссоздам скинию Давидову падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю ее, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все это». «Ведомы Богу от вечности все дела Его». Поэтому я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленины и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих Его и читается в синагогах каждую субботу. Тогда апостолы и пресвитеры со всею церковью рассудили, избравшие из среды себя мужей, послать их в Антиохию с Павлом и Варнавою, именно, Иуду, прозываемого Варсавою, и силу мужей, начальствующих между братьями, написавши и вручивши им следующее. Апостолы и пресвитеры и братья, находящиеся в Антиохии, в Сирии и Киликии, братьям из язычников, радоваться. Поскольку мы услышали, что некоторые, вышедшие от нас, смутили вас своими речами и поколебали ваши души, говоря, что должно обрезываться и соблюдать закон, чего мы им не поручали, то мы, собравшись, единодушно рассудили, избравши мужей, послать их к вам с возлюбленными нашими Варнавою и Павлом, человеками, предавшими души свои за имя Господа нашего Иисуса Христа. Итак, мы послали Иуду и силу, которые изъяснят вам тоже и словесно. Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени боли, кроме сего необходимого, воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавленной и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите, соблюдая сие, хорошо сделаете, будьте здравы. Итак, отправленные пришли в Антиохию и, собравши людей, вручили письмо. Они же, прочитавши, возрадовались об этом наставлении. Иуда и сила, будучи также пророками, обильным словом преподали наставления братьям и утвердили их. Пробывши там некоторое время, они с миром отпущены были братьями к апостолам. Но Силе рассудилось остаться там, а Иуда возвратился в Иерусалим. Павел же и Варнава жили в Антиохии, уча и благовествуя вместе с другими многими Слово Господне. По некоторым времени Павел сказал Варнаве, пойдем опять, посетим братьев наших по всем городам, в которых мы проповедовали Слово Господне, как они живут. Варнава хотел взять с собою Иоанна, называемого Марком, но Павел полагал не брать отставшего от них в Помфилии и не шедшего с ними на дело, на которое они были посланы. Отсюда произошло огорчение, так что они разлучились друг с другом, и Варнава, взяв Марка, отплыл в Кипр, а Павел, избрав себе силу, отправился, быв поручен братьями благодати Божией, проходил Сирию и Киликию, утверждая церкви. Церкви Варнава 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 Продолжение следует...